Ну что, всем огромный привет! С вами снова я, Кирилл. Добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня у нас с вами будет очень познавательное видео, в какой-то мере ознакомительное, потому что сегодня я вам буду рассказывать про новый аромат в моей коллекции от Christian Dior New Look. Вот, в общем, расскажу вам мои истории, ассоциации, ассоциативный ряд. Аромат прибыл ко мне сегодня, но, короче, у меня уже там весь мозг взорвался насчет него, поэтому сегодня мы с вами о нем поговорим. Вот, у меня тут калашматит дождь за окошком, надеюсь, он вам не помешает. Это видео также будет полезно необразованным парфблогерам, чтобы образовываться, вот уже с этой точки возврата немножко приподняться, и более-менее там приблизиться уже к высшему парфюмерному искусству. Ну и, конечно, моим ароматным дырочкам тоже это видео будет, ну, мега полезно. Поняли? Вот, собачку хочется вам показать, но не буду, она сейчас спит. У нас сейчас, если что, час ночи. Час ночи, и все спят, кроме меня. Вот, кстати, хочу вам показать, смотрите, какую я огромную кружку заказал. Гигантская кружка размером с мою ебальничек, видите? Еще у меня, смотрите, вот новенькие пусетики такие с бриллиантами. Такие вот, видите, какая классная пусетина. Потом такое вот колечко, ну, вообще сегодня, знаете, очень красивое, скажите, да. И я пробую новый формат рассказы про одну какую-то парфюмку. Я всегда обходил такую тему стороной, типа, про что-то одно рассказывать неинтересно. Но, знаете, вот эти вот подборки чуть меня немножко доконали. Я вам хочу вот погрузиться в одну какую-то историю и выдать вам по максимуму материала. Поняли? Вот. Ну, и, как всегда, это видео снято с поддержки РНДВУ. Этот аромат вы можете найти на сайте РНДВУ и приобрести его с 10% скидкой. Аромат дорогой. Вот. Решайте сами. Вот. Можно приобрести его с помощью долями. Вот. То есть, там на 4 платежа разбить платеж. Я так, если честно, купил новинку сада НАСА. Насамата. Вот. То есть, он стоил 20 тысяч. Пиздец. Наверное, потому что это новинка. Вот. Вот 20 тысяч я заплатил 5. Он уже ко мне едет. Завтра приедет. Вот. И буду... Ну, как будут, оплачу сразу. Могу сразу заплатить. Ну, короче, вы поняли, да? Что-то типа рассрочки на парфюмке. Боже. Какие мы парфманьяки ебнутые. Я за вот своих денег, не считая рекламных флаконов, я за эти две недели потратил 60 тысяч на духи. 60 тысяч. Там эстелаудер, бутиковую коллекцию я вам еще не рассказал. Буду рассказывать. Что-то я еще вот садоназа я купил. Вот это вот я купил. Ну, вы поняли? Это ебнутые люди мы, девочки. Но это продлевает нам жизнь. Вот. Ну и пользуйтесь моим промокодиком на рандеву 10 к вас. Чужими промокодами не пользуйтесь. Они заряжены на негатив. А мы на позитив. Поняли? Давайте, в общем, начинать. Диор Нью Лук. Что такое вообще Нью Лук? Я немножко разбиралась в моде. Ну и, конечно, знаю, что такое Нью Лук. Когда Кристиан Диор вообще пришел в эту всю модную индустрию, он посмотрел на французскую женщину. Что она из себя представляла? Французская женщина представляла из себя замученная, бомжеватая, работящая, все на себе вывозящая, неухоженная. В то же время очень волевую женщину. То есть я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик. Вот послевоенное время, 40-е, по-моему, годы это было. И когда Диор решил проводить реформу свою Диоровскую, был создан стиль Нью Лук. Новый стиль, новое видение. И там такие интересные фасоны. Там такая вот шляпа. Забейте в гугл. Такая широкополая шляпа. Жакеты. Юбки-колоколы. Корсет. Он вернул корсет. Как раз таки, как это сказать, возродил вот эту вот, как это сказать, боже, вот эту вот имперскость. То есть возродил вот эту красоту, вот эту осиную талию. И, собственно, этот лук, он должен был возродить женщину и возвратить ее на свои места, чтобы она была немножко слабой, немножко такой вот сильной, независимой, но в то же время такой вот игривой, чтобы она думала больше о себе, о своей красоте. Вот. Даже чтобы работница на заводе чувствовала себя женщиной. Потому что даже у Диора был костюм, то есть для женщины-работницы. Он в себя корсет не включал, но включал в себя вот эту вот юбку-колокол, жакет. Вот. И, ну, и, конечно, этот стиль тогда произвел фурор. То есть вы поняли, не юлук, он создан возвратить женщину на свое место. Просто вот отождествить ее со слабостью, с игривостью, кокетством, красотой. Ну, и, конечно, женской силой воли. Вот. Ну, и, собственно, аромат Нью Лу Кристан Диора об этом. У меня 40 миллилитров. Я не знаю, сейчас в таком вот миллилитраже представлено или нет. Потому что сейчас огромные бутылки, 125 миллилитров. Вот у меня 40 миллилитров, потому что у меня скоро уже шкаф рухнет. И мне просто это некуда складываться. Поэтому у меня вот такая вот с ракеточкой. Магнитная крышечка. Такое вот донышко. Тут лазерный код на донышке. Лазером выбитый. И, собственно, ничего лишнего. Просто Нью Лук. Магнитная крышка. Давайте пшикнемся. Боже. Какой это кайф. Какой же это кайф. Девочки. Это просто. Это классика. Это вот прям, знаете, это шик. Это просто шик. Стартует илангом. Бергамотом. С капелькой ванили. Основная нота здесь иланг. Давайте я вам даже открою пирамидку. Ненавижу зачитывать пирамиды. Вообще терпеть не могу. Но специально для вас это сделаю. Потому что я еще не смотрел на него пирамиду. Если честно, и не хочется. Но все равно посмотрю. Вот потому что мне самому интересно что-то. Но я вот сразу, сегодня у меня аромат пришел. Я прям под впечатлением сразу почувствовал иланг. Бергамот. Так, в пирамиде у нас розовый перец в верхних нотах. Иланг. Жасмин, Гордыня, Роза, Тубероза, Бензоин, Ладан. Бензоин, Ваниль. В базе. В общем, не богатая пирамида. Но стартует он таким вот прям илангищем. Просто. А иланг, вы знаете, это, наверное, супер женственная история. Иланг у нас в Шанель номер 5, например. Иланг у нас есть в Ланком. Поэма. Во многих таких супер женственных ароматах. Присутствует иланг. И здесь это главная нота. Так вот, он стартует этим илангом, бергамотом. Очень насыщенно. Очень красиво. И вот где-то минут через 10 начинает вылезать жасмин. Очень такой вот женственный, мягкий, нежный. Туберозы я тут вообще не слышу. И после вот этого вот жасмина проступает как будто такими вспышками камелия. Гордыня. То есть какие-то общие ассоциации идут с гордыня Петал Ван Клифф. А гордыня Петал Ван Клифф из прошлых обзоров это ну просто ну лучшая гордыня камелия на свете. И здесь именно тоже такая история. И в базе, какая тут прекраснейшая база. И в базе такой вот тонкий-тонкий-тонкий стручок ванилия. Чуть ли не как в шелемаре. Ну вы представляете? Это такая красота. Это просто невероятно было. Он прям переносит даже, знаете, в черно-белую какую-то картинку. Действительно представляешь такую женщину в такой вот шляпе с широкими полями. В корсете. Аромат такой не для девочки, припевочки. Аромат такой, ну знаете, это конечно все бред. Но про такие ароматы говорят, их нужно уметь носить. Наверное, да. Потому что этот аромат я не вижу с какими-то такими, вот знаете, в кэжуал, в кэжуал образе я не вижу этот аромат. Это должно быть что-то классическое, супер такое вот вкусное, изящное. И в то же время такими вот большими мазками должен быть нарисован образ. В общем, знаете, просто. Но аромат не из легких. Стойкость бешеная. Сегодня вот он ко мне пришел в 6 вечера. И до сих пор он у меня на руке держался. То есть сколько сейчас у нас там? Час ночи. Вот считается. То есть отчетливо слышно. Но я уже понял, стойкость тут будет невероятная. Вот. Ну хотя стойкость она особо не важна. Кинули флакон в сумку. Отливантик сделали и все. Ну вот, конечно, знаете, я не знаю. Я не читал насчет этого аромата. Кто там парфюмер, кто его создал. Хотя давайте посмотрим. Может быть это действительно имеет значение. Вот. Парфюмер-то кто? Парфюмер тут вообще. А, Франс... Ой, Димаши. Димаши, конечно, Франсуа. А Димаши у нас это мастер-классики. Вот. Димаши у нас говна не делают. На многими великими ароматами. Димаши, кстати, работал. Вот. И так как он у нас понимает в классике, он создал такой вот шикарный аромат. Ну, знаете, что вот я вам скажу? Это для любителей классической парфюмерной школы. Это не для любителей откровенных таких, ну, просто цветочков. Это вот если вы любите Шанель номер пять, если вы любите Одессуар, Сисли, если вы любите Иссатис, Живанши, Калеш, Эрмес, всю вот эту парфюмерную классику, то, конечно, это тот аромат, о котором вы мечтали. Я скажу. Это прям женственная женственность. Прям, ну, неимоверно. Если вот сравнить поэма. Это женственность на празднике. На какие-то такие вот выходы. В свет. На вечеринке с шампанским, с игристом. Тони Юлук. Это классические такие вот образы на улицу. То есть, или такие посиделки в ресторане с таким вот деревянным опломбом. То есть, с деревянными стульями. Или там, чтобы были деревянные такие вот столы. Это что-то должно быть такое вот супер древесное. И в древесной атмосфере, мне кажется, он супер зазвучит. И для улицы он, конечно, да. Потому что шлейф у него тоже. Будь здоров. Я тут пока хожу по квартире. Чуть не задохнулся от него. Но, конечно, задохнулся чуть ли не от красоты. Не задохнулся. Но он такой ядреный. Невероятно красивый. Мне кажется, он оправдывает 100% свое название. И вот именно в компетенции. С вот этим вот стилем именно в одежде, которую Кристиан Диор придумал. Действительно такая, знаете, новая классика. Новый такой вот взгляд. Ну, вот это вот все. И действительно это классно. Аналогов даже не назову. Но это вот классическая степень. Очень понравился. Буду носить на любое время года. Он у меня не ассоциируется ни с осенью, ни весной, ни летом. Он будет хорош всегда. Это как Шанель Пятерка. Хоть летом, хоть зимой не ее носи. Она прекрасна. То же самое и с нее луком. Девочки, советую вам на 150% знакомиться с этим экземпляром. Особенно моим классическим девкам. Вы, конечно, затрепещите. Вы, конечно, заорете. Ну, вот действительно, кто любит классический аромат, это ваш аромат мечты. Охуительный. Просто. Ну, все. Зацените рубрику. Рассказ об одном ароматике. Может, будем ее продолжать. Если не зайдет, то не будем. Короче, пишите. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на телеграм-канал. Выпользуйтесь моим промокодиком. А с вами был я, Квас. До новых встреч. Люблюцу. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok